К концу первого года странствования народа израильского в пустыне началось строительство переносного храма, которое у нас переведено как «Скиния собрания» – «Большой шатер». Я хотел бы прочитать пять отрывков из книги «Исход», и вы поможете мне найти то словосочетание, которое повторяется во всех этих пяти отрывках. Я прошу вас всех внимательно слушать, кто прежде всего с каким качеством люди должны были, да, наверное, и имели право участвовать в строительстве «Скинии собрания». Итак, первый текст, книга «Исход», 35 глава, 10 стих. С первого стиха прочитаю для понимания конца текста. «Собрал Моисея все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать». 10 стих. «И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь». Второй текст, 25 стих данной главы. «И все женщины мудрые сердцем пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового, червленого цвета и весон». 35 стих, последний данной главы. «Он исполнил сердце их, сердце веселило и оголяво, мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача». 36 глава, 1 стих. «И стал работать, веселил и оголяв, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища». И 8 стих. Прочитаем 36 главы. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой с киньей». И дальше перечисляется, что они сделали. Друзья, общее словосочетание для всех этих пяти текстов вы, несомненно, поняли, какое мудрые чем? Мудрые сердцем. У вас не возникает вопроса к этому словосочетанию? У меня много времени я так понимал, что такое мудрость. И мудрость прежде всего в понимании моем, да и, наверное, в понимании большинства людей, согласитесь, мудрость, оно, как и знание, наверное, все-таки связано с разумом, правда? Ну, мы отсюда же учимся, мы в разуме складываем все, начиная со школы, знаем, что на собрании нельзя играться в игрушки, и нужно смотреть на проповедника, сидишь на первом ряду. Мы знаем таблицу умножения, мы знаем, что скоростной режим в городской черте – это какой? 60 км в час. И нам тяжело ехать в Белогорске, потому что Белогорске местный муниципалитет ограничил эту скорость 40 км. Мы знаем, что нельзя ехать на красный свет. Многие люди покупают пачки сигарет, которые страшно брать в руки из-за этих фотографий разных заболеваний, но они курят. Мы много чего знаем. Мы, верующие люди, много чего знаем. Мы знаем, что нужно прощать, что нужно почитать один другого, что нужно поститься, что нужно посещать собрания в пятницу, в воскресенье вечером. Мы много чего, друзья, знаем. И оказывается, не всегда знания связаны с головой, а вернее, неправильно я сказал. Знания связаны с головой, а вот мудрость связана с сердцем. Тогда возникает вопрос, а в чем разница между знанием и мудростью? Если знание и мудрость в одном человеке, или в одном человеке есть только знание, а в другом есть только мудрость. Слишком замудрил. Друзья, когда человек знает, но не исполняет, мы можем сказать, да, он эрудированный, но он в своей жизни не исполняет эти правила, он по этим правилам не живет, ну, в силу разных обстоятельств. Он по этим правилам не живет. Ну, вот так случилось в моей жизни, что несколько лет назад я учился. Я вновь пошел, учился, сдал на две категории. Это само по себе шок в моем возрасте, сдавать все это. Ну, и первое время, после того, как я все это получил, дополнительные эти категории, и вот мы с супругой едем, я объясняю ей значение знаков, действия знаков, как нужно поворачивать, какой скоростной режим соблюдать, потому что такой знаток поднатаскался, что называется. А сейчас она меня критикует. Ты, говорит, стал нарушать. А я смотрю, все нарушают. Думаю, а я что? Друзья, так это по знанию я поступаю или по мудрости? Привожу пример на себе, чтобы не обидеть других. Так в чем отличие? Оказывается, когда человек знает, но не поступает, он отнюдь не мудрый. А что же такое мудрость? А мудрость, оказывается, когда наше действие, наша жизнь соответствует нашим знаниям. Друзья, и сейчас мы много знаем из Слова Божьего. Вернее, у нас есть возможность много-много знать. Я на этой неделе начал более основательно прочитал книгу под благодеющей рукой про печатников. И, думаю, более основательно начну читать книгу. Это фундаментальный труд в свое время был в нашем братстве. Называется эта книга «Дом Божий. Служение в нем». Автор этой книги, небезызвестный автор книги «Счастье. Потерянная жизнь» Николай Петрович Храпов. В тот момент, если не ошибаюсь, книга была написана, когда Николай Петрович находился на нелегальном положении, его попросили братья досконально написать о служениях в церкви, о том, что такое церковь. В тот момент, получается, 48 лет назад это был фундаментальный труд. Там было много чего. Да там и есть много чего. Но вот прошло 48 лет. И вот я сейчас читаю через призму другой литературы. Да, фундаментальный труд Николая Петровича. Но прошло время. И вот то, что я уже читал после, я думаю, накладывает отпечаток, знания, как-то, мне кажется, уже в большем объеме. Уже много больше, чего можно написать, чем писал Николай Петрович Храпов. Хотя, книга написана таким живым языком. Просто, я просто рекомендую, если вы хотите увеличить не только свои знания, но и эти знания воплощают в жизни, прочитайте Николая Петровича Храпова «Дом Божий. Служение в нем». Так вот, друзья, меняется время, у нас появляется больше знаний, но проблема возникает какая? Знаний-то, я про библейские знания сейчас говорю, появляется больше, а вот практика христианской жизни от этих знаний почему-то, как мне кажется, все дальше. В чем проблема? В том, в том проблема, что знания-то есть. Но вот есть такой образ у еврейских мудрецов, они говорят, человек, который знает, как по Слову Божьему поступать, но так не поступает, вы знаете, на кого он похож? Интересное сравнение. Они говорят, он похож на осла, которого поручили перевести умные книжки из библиотеки. Скажите, если осел будет ехать 10 километров, нести эти умные книжки, он станет умнее от того умного груза, который был у него на спине? Но сам вопрос вызывает у нас улыбку. Ну, конечно же, нет. Что от него требовать? Они говорят, так и люди, которые знают заповеди Божьи, может быть, даже размышляют над ними, но не исполняют их в своей жизни, они похожи на это вьючное животное с длинными ушами. Друзья, не хотелось бы, да? Нам хотелось бы быть мудрыми сердцем. И вот в строительстве скидни и собрания участвовали люди мудрые сердцем, чьи знания соответствовали их жизни, их действию. Вот они знали и они так поступали. И дал бы Бог, друзья, нам иметь эту мудрость сердцем. Ну, собственно говоря, мне хотелось бы начать рассуждать, наверное, об этом. О тех людях, которые Священное Писание называет мудростью сердцем. Что такое мудрость сердца? Мы уже немножко сказали. Это когда мы знаем, что написано в Слове Божьем и по нему живем. Но как вот эту мудрость обречь, обрести? Как пребывать в этой мудрости? Как поступать? Я думаю, некоторые примеры Священного Писания, которые мы рассмотрим, они помогут нам этой мудрости достичь, помочь этой мудрости достичь. Мне вспоминается книга Ездры. Прежде всего, мне хотелось бы дальше говорить о Ездре как пример человека, который имел в своей жизни безусловно мудрое сердце. Но прежде чем говорить о Ездре, мне хотелось бы немного рассказать историю. Итак, разрушение храма произошло, первого храма в Иерусалиме был разрушен храм. И 70 лет прошло, и вот через 70 лет царь Кир, он дает повеление для того, чтобы народ Божий мог возвращаться. Об этом мы читаем в первых главах книги Ездры. И вот народ Божий, он возвращается под предвозительством Зарававеля и Иисуса, сына Иосидекова в дом. Возвращается, вернее, они в Иерусалим, они начинают восстанавливать храм, восстановили жертвенник, затем эти работы были приостановлены. Через 80 лет с 7 главы книги Ездры, собственно говоря, приходит Ездра и затем через 13 лет после прихода Ездры в Иерусалим приходит Нееме. Нам важно знать эту хронологию, чтобы нам разбираться в этих книгах. И так возвращается Ездра и когда началось строительство, разрешенное Киром, это строительство храма, который значительно уступал по своей славе, было приостановлено. Этот храм он уступал по своей славе первому храму. И строительство было приостановлено на 15 лет, друзья. И это строительство было возобновлено, вы знаете, кем? Чтобы мы тоже знали это. Старем Дарьем. Ну и что? Дарий он, не Дарий, какая нам разница, что я вам об этом рассказываю, друзья. Может быть, вам будет это интересно, что царь Дарий это сын Есфири и Артаксеркса. Помните такую еврейскую, богобоязненную девушку Гадаса, которую звали персидским именем Есфирь, которая, несмотря на то, что она такая верующая, боговязненная, пошла туда в Гарем к этому царю, стала царицей. И говорят так историки, что у них рождается сын Дарий. И вот Дарий, он восстанавливает служение в этом храме, удивительный промысел Божий. И вот в этот момент как раз и приходит Ездра. Четыре месяца, четыре месяца в пути, путь из Вавилона до Иерусалима, 880 километров, они проехали, всего лишь описывается, это очень быстро, за четыре месяца, представляете, да? И вот описывается жизненная креда Ездры, который впервые в Священном Писании назван в положительном смысле словом книжник. Через 400 лет это слово книжник станет словом нарицательным человека, ожесточивших свое сердце, противящимся Богу, противящимся Христу, потому что именно партия книжников, первосвященников и саддукеев, они, собственно говоря, привели к тому, что наш Господь Иисус Христос был распят. Но здесь книги Ездра называются книжником в хорошем смысле слова. Почему? Потому что у Ездры был такой жизненный, что называется, девиз. Этот стих многим из нас известен. Это книга Ездры, 7 глава, давайте посмотрим, 9-10 стих. Итак, написано, что Бог хранит Ездру и его спутников в пути, так как благодеющая рука Бога была над ним. И дальше мы читаем. Ездр расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Друзья, так вот с чего начинается мудрое сердце. Не просто так эту мудрость мы приобретаем, мы приходим на собрание. Это теория, это школа. Мы выходим с собрания, и там практика нашей христианской жизни. И с чего все начинается? Давайте посмотрим, с чего началось у Ездры. Он расположил свое сердце. К чему? Первое, изучать закон Господень. Очень важно изучать закон Господень. Не менее важно исполнять и тогда человек, который имеет возможность изучать и изучает закон Господень, и который этот закон Господень исполняет сам, только тогда этот человек имеет право учить. И так было в жизни Ездры. Итак, расположение сердца. Мудрость сердца, она начинается от того, что во власти человека свое сердце расположить. И здесь мы должны немного поговорить о том, а что в Священном Писании является сердцем. Сердце в Священном Писании это не просто орган тела человека, хотя оно употребляется и, кстати, как орган тела человека. Вы помните, когда весолом запутался своими волосами в дереве, да, какое там было дерево, дуб, то был такой человек, он такой интересный человек. Кстати, все люди неоднозначны, да, вот, и доброе в этом человеке было много, я нахожу, и плохого в нем было много. Это Иав, помните, да? И что сделал Иав, когда ему сказали, что весолом висит на дубе? Взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце весолома, который еще был жив. То есть в прямом смысле слова здесь сердце имеется в виду орган тела человека. В переносном смысле слово сердце употребляется, вот, например, в торжественной песне, которую написал Моисей. Моисей был поэтом, он был композитором, книга Исход, 15 глава, 8 стих. Огустели пучины сердце моря, центр моря. То есть переносный смысл сердца это центр чего-либо. Друзья, в священном писании чаще всего сердце употребляется именно в этом переносном смысле. И что он обозначает? Оно обозначает центр внутренней жизни человека. Сердце это мастерская, где вырабатываются наши чувства, где созревают наши желания и наши мысли. И эти чувства и желания потом воплощаются в нашем поведении, в наших действиях. Это центр внутренней жизни человека. Поэтому очень важно на это сердце влиять. Помните, мы с вами, когда рассуждали над книгой Бытие, 6 глава, что случилось в допотопном мире. Проблема большая случилась в этом поколении людей, 6 глава, 5 стих. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца были зло во всякое время. Почему не написано, что были действия их грешными? Друзья, когда мысли и помышления сердца зло во всякое время, то есть они беспросветно черные, то про жизнь и говорить не стоит. Ну, как это понять? Помните, Христос говорит так, Он говорит этим, это людям, которые отвергали Его. Прекрасное место, если не ошибаюсь, Матфея, 12 глава, насколько я помню, 34 стих. Часто мы этот текст цитируем. От избытка сердца говорят уста. Как это понять? Это надо понимать так, что человек может находиться под влиянием других людей, думать над какими-то плохими вещами. И избыток нашего сердца какой? Плохой. Притча 23-33. Сердце твое заговорит развратно. Сердце может говорить. Это те, кто долго сидит за вином, а потом начинают говорить, сердце заговорит развратно. То есть, друзья, очень важно концентрировать в нашем сердце прекрасные мысли, богоугодные желания, чтобы они были, чтобы там любовь была. Но вот помните, была такая женщина, которая была очень чувствительна к чувствам своего возлюбленного. Вообще-то, мне кажется, это не только у женщин, но и у мужчин, но в Писании про нее так написано, и она так сказала, помните, кто это? Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Помните имя этой коварной женщины? Далида. Вот есть русское имя Лида, а это Далида, то есть это она говорила, помните, Самсону, почему? Она чувствовала, что Самсону обманывать не раскрывает тайну, а потом, когда он открыл тайну, она говорит владетелям филистимским, которые должны были его вознаградить за это предательство, все, Самсон, насколько я помню, цитирую по памяти, открыл мне свое сердце, делайте с тем, что хотите. Друзья, то есть сердце формируется и любовь человека, и чувства, и очень важно, чтобы оно было правильное. Вообще, Слово Божие, оно характеризует сердце человека какое? Упорное, непослушное, заносчивое, лукавое сердце человеческое, и как оно? Не просто испорчено, написано крайне испорчено, но вот бывает, особенно раньше, проблемы были с фруктами, может кто это помнит, и бананы продают, в очереди стоишь, и вот дошел до очереди, а там уже черные только остались. Ну что ж, это же все равно бананы, надо их взять. Почему-то, я вспоминая свое детство, доставались либо черные, либо совсем зеленые, и черные, наверное, даже были лучше, потому что зеленые не успевали у нас дома созревать. Я их съедал еще как мыло до созревания, просто не хватало терпения, друзья. То есть, сердце человеческое, оно какое? Лукаво и крайне испорченное. Поэтому очень важно, друзья, чтобы в нашем сердце именно мы правильно ответили на вопрос отношения к Богу, отношения к Его заповедям. Хочу ли я их в жизни исполнять? Или вернее, а исполняю ли я их? Являюсь ли я мудрым сердцем? Или я просто эрудированный человек? Поэтому вы помните, когда Христос книжнику отвечает, книжник спрашивает, какая заповедь самая большая? А ведь заповеди много, их не только десять. Евреи их посчитали шестьсот тринадцать, но говорят, их больше тысячи. А какая самая важная, книжник спрашивает у Христа, заповедь-то какая самая важная, друзья? А вы знаете, какая самая важная заповедь? Иисус ответил ему Марк 12, 30. Первая из всех заповедей слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. И всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Друзья, как нужно Бога возлюбить? Бог, нельзя сказать, что вот Богу можно часть себя. Нет, это неправильно. А как? Не часть сердца Богу. А какая правильная любовь? Правильная любовь она человека захватывает целиком, что называется, на всю жизнь. Правильная любовь к Богу, эта любовь надо Бога возлюбить, как? Всем сердцем, всею крепостью. А вторая заповедь? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Друзья, это невозможно, согласитесь. Ну, давайте честно, скажите, можно ли любить ближнего, как самого себя, по-человечески? Мне кажется, это невозможно. Но, когда я люблю Бога, и когда я прошу Бога силы, тогда это возможно, возлюбить ближнего своего, как самого себя. И это все в сердце человека. Поэтому расположить свое сердце, первый пункт, друзья, это открыть его для Бога, открыть для действия Божия. Господи, говори, говори мне Слово Божие, я хочу жить по Слову Твоему, я хочу его исполнять. И когда сердце открыто, человек слышит Слово Божье, и у него есть желание, появляется желание, там, сердце, Слово Божие исполнять. Проповедь Петра, Деяния апостола, 2 глава, 36 стих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья, друзья? Открыли сердце, слушают. И сердце что? Действие происходит сердце, действие веры. Оно начинает судить помышление, наше намерение, человек признает себя грешником, происходит умиление, сердца, но на этом не останавливается, нужно продолжать. Возникает вопрос, что делать? А что нужно делать? Мы все через это прошли. Покаяться нужно перед Богом. Новую жизнь начать. С этого начинается духовная жизнь каждого человека. Друзья, можно не смиряться, можно смиряться и сокрушаться сердцем. Близок Господь, мы читаем в 33-м псалме к сокрушенным сердцем. Но на сокрушение сердца останавливаться нельзя. Для полноценной духовной жизни нужно продолжать этот духовный процесс. И я думаю, друзья, с Божьей помощью мы об этом еще порассуждаем. Об этом духовном процессе, о нашем сердце, о том, чтобы быть мудрыми сердцем. Ну а сегодня, сегодня у нас молитва. У нас молитва сегодня не за всех служителей. За служителей церкви мы молимся в первую пятницу. А сегодня у нас молитва для заслужителей, которые совершают служение в братстве. Сотрудники, члены Совета Церквей, те, кто совершают служение в отделе издательства, в отделе благовестия. Вот эта книга под крепкой рукой, друзья, вы знаете, как бы открыла мой взгляд, как работали в этих конспиративных условиях печатники, как на что шли люди, которые закупали бумагу, принимали этих людей, которые жили в их доме по два-три месяца. На что шли эти работники, которые там работали, в том числе Иван Петрович Плет, который сконструировал эту печатную машину, друзья. Удивительно. Люди жили это. И Иван Петрович Плет, процитирую из этой книги, он сказал своим хозяинам дома, вы знаете, какое благословение вы можете получить, приняв нас. Хозяин дома молчит, а Иван Петрович говорит, вас могут арестовать, и вас ждет тюрьма. И такое благословение. И люди на это шли. И там рассказывается история, не могу удержаться, отошел от церкви, человек отошел от церкви, не посещал собрания. Это папа одного сейчас известного брата. А где хранить бумагу? Бумагу же нужно было где-то хранить, это же подсудное дело. И решили попросить у него, потому что он не посещает церковь, он вне подозрения, заходит к нему в дом Валентина Яковлевича Фот и предлагает. Так и так. Вы не будете против, если мы будем хранить у вас бумагу для дела печатания Библии. И говорят, удивительное действие произошло. Этот человек, который не входил на собрание, упал на колени. Господи, молится, благодарю тебя, что ты еще благоволишь ко мне, что я могу участвовать в этом Божьем деле. И он потом покаялся, стал ходить на собрания. Вот это послужило для его духовного восстановления. Слава Богу! Друзья, итак, небольшой вывод. Нам, друзья, очень важно иметь мудрость сердца. Эта мудрость сердца, это знание Слова Божьего и исполнение в жизни. Эту мудрость сердца необходимо знать и служителям, которые постоянно проповедуют, которые постоянно принимают подчас нелегкие решения. Нужно быть мудрыми сердцем, нужно иметь это Божье благословение. Ну, а Божьи благословения, конечно же, зависят от наших молитв. Поэтому давайте сейчас и помолимся со всех братьев и сестер, которые совершают многоразличное служение в нашем братстве. Аминь.